Мы народ Божий, мы дети Божьи, мы сыны Божьи, мы дочери Божьи, мы просто народ Божий. В Библии слово Божие истинно говорит, я вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом, Господь говорит. А кто дал право разделения эти все? Ради Бога пускай все эти разделения есть, но ты пойми одно, что не надо называться какими-то кличками, какими-то еще какими-то, о, читай какую-то литературу, ты не читал литературу. Мне человек говорит, который 30 лет в церкви, ему уже под 70-60 лет, он говорит, ты надо тебе почитать литературу, ты общаешься с торцами с каким-то, я не понял, с какими торцами, я говорю, я общаюсь с Иисусом Христом, нет, тебе надо общаться с торцами, чтобы ты познал истину. Все закваска фарисейская и задухейская, она не дает людям прийти к Богу, не дает. Библия говорит, не мешайте детям приходить к Богу, не мешайте. А что сейчас происходит? Зайдите в любой храм, дадут ли они мне рассказать эту истину? Да никогда в жизни они мне это не дадут. Я уже намекал, давайте я буду вам помогать, проповедовать туда-сюда. Мне не дадут. Почему? Потому что разделение, они себя чувствуют лучше, они одели на себя этот камуфляж, эти юбки, косынки и все. А что твое сердце говорит? Живет ли твое сердце с Богом? Ходишь ли ты в воле Божьей? Почему ты относишься к какой-то динаминации, а не к церкви Иисуса Христа? Люди до сих пор не поняли, что такое церковь Иисуса Христа. Это самое главное, что есть в человеке, чтобы он должен понять, что такое церковь Иисуса Христа. Если они это не поймут, это будет катастрофа. Они до сих пор думают, во-первых, что они не спасены, во-вторых, они думают, вот если они относятся к какой-то динаминации, значит они спасены. А знает ли тебя Бог лично? Ходишь ли ты лично с Богом? Когда все от тебя отвернулись, когда твоя плоть идет против тебя, когда все люди идут против тебя, ты остался один, но у тебя еще реально проблемы со здоровьем. Ты думаешь, как так? Бог, почему ты мне это все даешь? А это и есть настоящая жизнь с Богом. Если ты идешь за Богом, ты пойми одно, что в твоем сердце должен быть Господь Бог. Если Он не будет в твоем сердце, это будет беда. Потому что когда закроются твои глаза, тогда ты будешь стоять лично перед Богом. Если в твоем сердце не будет Спасителя, в твоей жизни не будет жизни вечной. Это говорит слово Бога. Это не все, что я говорю в этом ролике. Все, что я говорю полностью во всем этом канале, это говорится про Бога. Где-то я начинал с малого, теперь идет все наверх. Бог мне больше откровения дает, и Бог больше мне говорит. Даже через все эти испытания, что я сейчас прохожу, Бог все равно рядом. И Он хочет, чтобы я дальше это говорил, дальше зависел от Него. Дальше говорил тебе, чтобы ты шел за Ним, чтобы ты был спасенным Нем. Потому что когда твое время в этом мире закончится, ты будешь лично стоять перед Богом. Тебя, возле тебя больше никого не будет. Ты не можешь сказать, о, батюшка Федя так делал, значит я тоже так делал. Ты так же попадешь, если ты не принял того, кто тебя спас. В Библии в Старом Завете стоит, что Бог ревнует. Он ревнителен стоит. Бог не хочет, чтобы у тебя были идолы где-то под землей, над землей, иконы, миконы, люди. Не хочет этого. Он хочет, чтобы Он был твоим посредником. Он хочет, чтобы Он был в твоем сердце. Это очень важный момент, братья и сестры, я хочу всем вам сказать. Это конкретно важный момент лично для тебя, дорогой мой друг. Я не хочу сейчас, сейчас, я должен говорить истину. Почему мне пишут, мне говорят, о, ты что вообще обновел, что ты болтаешь, для чего ты говоришь. Да чтобы ты получил спасение от ада и вечного огня. Я должен тебе это сказать лично, тебе, дорогой мой друг. Да, и всем людям, кто сейчас еще не в свободе. У меня зависимость, у меня третья, у меня четвертая. А потому что начни жить волей Божией, у тебя все от тебя убежит. Не то, что зависимость. Все эти твои братские советы, братья, они все скажут, что ты протестант, ты идешь против воли, тебе надо психушку, как мне. Люди, которым я доверял, с которыми я думал, о, какие христиане конкретные. Да Бог мне конкретно теперь все открыл. Какое там христианство, какое там верующие эти, если у них бизнес в голове, у них кто в голове? Они полностью идут и служат мамоне. Они открывают Божьи какие-то служения, собирают там деньги, рекламируют какие-то продукты. И вот это все христианство в данный момент собирает с тебя деньги, приносит тебе ведра, жертвуйте нам. Сам ездит на самой лучшей машине, он еще с тебя собирает деньги. Какие деньги Иисус за все заплатил. Иисус полностью оправдал меня. Иисус заплатил полностью мою вину и твою. Бесплатно. Просто полюби к тебе, Он хочет, чтобы ты служил Ему. Не мне, а Ему. Аминь. Давайте помолимся Господу нашему Иисусу Христу и скажем ему за все просто спасибо. Господь, я благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя за все, что Ты сделал в моей жизни. Я благодарю Тебя, что Ты ведешь меня до сих пор. Я благодарю Тебя за всех людей, кто на канале, кто подписывается, кто реально хочет идти за Богом. Я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь. Я прошу Тебя, Господь, пусть вот эта информация зайдет до каждого. Я надеюсь, я сказал это как я мог. Я все с Библией тоже укреплю под это видео, чтобы люди познали, что это. Я просто прошу Тебя, Господь, чтобы люди реально поняли и пришли к Тебе. Открой им уши, открой им глаза. Библия говорит, они вроде смотрят, но не видят. Они вроде слышат, но не слышат. Как так? Потому что закваска парисейская и затухейская у них закрыта. И до того заколковали вот эти пеноменации, которые они до сих пор не поняли. Они уже до сих пор не знают, куда они ходят. Они даже не хотят читать Библию. Полностью отходят. Они ставят галочки всю свою жизнь. Они не знают Спасителя. Они живут полностью в этом мире. Не хотят говорить волю Божию. Не хотят жить с Тобой, Господь. Пусть коснись их всех. Я просто должен это донести до каждого человека, чтобы он зависел реально от Тебя. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Косителю.